Привет, гору, и добро пожаловать в очередной эпизод. Всем хорошего дня. В этом видео посмотрим на графики по биткоину, по эфиру. Вчера было голосование насчет того, чтобы отстранить комиссию по ценным бумагам от управления крипторынком. В Конгрессе прошло, теперь идет в Сенат. А если и там пройдет, то уже отправится на подпись к президенту. Это очень хорошие новости для криптоиндустрии. Большинство проголосовало за то, чтобы комиссия по ценным бумагам не использовала свое влияние на криптовалютную индустрию. Это хорошая новость, но что интересно, биткоин вообще никак не отреагировал на это. Может быть потому, что еще не утверждено окончательно это решение. Может, когда она пройдет Сенат и уже подпишет президенты, тогда будет реакция. Но на мой взгляд, почему это происходит? Почему это не растет все сейчас? Потому что все перекуплено. Время покупать биткоин было, когда биткоин стоил 15 тысяч долларов. А теперь, когда он стоит 70 тысяч, нужно быть осторожным. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. И давайте перейдем на графики прямо сейчас. Открываем рынки. И, кстати говоря, золото рисует опасный паттерн. Но это чуток не в тему, конечно. Я за золотом вообще не слежу, но кто-то спрашивал. Смотрим на биткоин, месячный таймфрейм, стахастик в перекупленности. Опять же, это самое главное. Сначала нужно смотреть на стахастик. Внизу, когда стахастик – это перепроданность, там нужно покупать. А когда в перекупленности, нужно продавать. И сейчас вы видите, что стахастик находится как раз в перекупленности. Объемы чуток падают, но в принципе нормально. Белая линия вверху – это уровень сопротивления. Эту трендовую я провел через максимумы 2021 года. Опускаемся на недельный. Последние две недели объемы падали. Еще остается время. Может быть, объемы этой недели будут повыше, чем на предыдущей. Стохастик разворачивается вверх. Криптогуру бота все еще держит сигнал на покупку, который он дал еще в феврале прошлого года. Этого бота можете получить на моих курсах по криптотрейдингу. Стохастик разворачивается вверх на недельном. Биткоин в пятой волне. Это финальный импульс перед коррекцией ABC. И обычно этот импульс меньше, чем предыдущий. Поэтому я бы сказал, что 88 тысяч – это максимум, куда зайдет биткоин перед коррекцией ABC. Смотрим на дневной теперь. Стохастик в перекупленности. И как вы видите, биткоин снова вернулся в этот нисходящий канал. Вернулся под трендовую линию. Это очень опасно. Видите, да, здесь канал, в котором ходит биткоин. Биткоин ворвался вверх из этого канала. А теперь вернулся в него обратно. Это очень важная трендовая линия. Потому что если биткоин снова под нее вернется, то возможно пойдет на 56. Но, с другой стороны, это вполне ожидаемо, что после такого большого роста биткоин будет опускаться. И у меня есть две торговые идеи. Один – это зайти от очень сильной поддержки на 60 тысяч долларов. Там можно открывать крупные позиции, потому что это самая сильная поддержка. А еще одна хорошая поддержка находится выше на 66. Я предпочитаю заходить в биткоин как раз на таких коррекциях, потому что не хочу, чтобы меня ликвидировало. Опустимся на 4-х часовой. Здесь похоже на бычий флаг. Также перевернутая голова и плечи. Но объемы чуток падают. Но не критично. Стохастик опускается. Да, можно было бы попробовать зайти на 66. Но пока что напомню, что если вы хотите торговать вместе со мной, то под видео есть полезные ссылки. На Bybit регистрируйтесь, получайте бонус до 30 тысяч долларов. Два – проходите мои курсы по криптотрейдингу. Три – присоединяйтесь к моему телеграмму. И перейдем на мой торговый аккаунт на Bybit. Поставим там ордера. Но у меня уже стоят ордера на покупку на биткоине. Как раз на 66 200. И на 10 биткоинов по 60 600 долларов. Так что здесь я уже все расставил. Также на споте ордера тоже. На балансе у меня 630 200 долларов. Было 615 тысяч. Поднимался на 636. Теперь опустился на 630. В общем, две такие торговые идеи на биткоине. Безопасный вариант зайти от 60 тысяч. Там я поставил заявку на 10 биткоинов. Стоп-лосс на 59 923. И тейк профит на 88. Соотношение 38 05. Риск 754 доллара. Заработать можно 28 700. Это в расчете на один биткоин без плеча. С десятом плечом заработается 280 тысяч долларов. Это торговая идея зайти от сильного уровня поддержки. И более рискованный вариант. Тоже зайти от уровня поддержки, но выше. Там у меня тоже стоит уже заявка. Вот здесь на 3 биткоина на 66 200 я поставил. Но это более рискованный вариант. Ждем, когда биткоин опустится на 66. И заходим. Тейк профит здесь тоже ставим на 88 тысяч. Риск 923 доллара. Заработать можно 22 400. Вот такие сделки можно открыть на биткоине. Перейдем теперь в Телеграм. 156 человек онлайн. Подписчик заработал 2400 процентов прибыли. А вот как раз новость про тот законопроект. Насчет регулирования криптоиндустрии. Будут новые способы регуляции этого рынка. А не то, что там 90-летние старики пытаются там что-то регулировать. Конгрессмен Брэд Шерман говорит, что законопроект создаст конкуренцию доллару, который использует криминал во всем мире. Nvidia отчитывается о прибыли в 26 миллиардов в первом квартале. На 5,3% выше, чем ожидалось. И крипта используется людьми по всему миру. Почему вообще крипта это хорошо? Потому что она позволяет любому человеку, у которого есть мобильный телефон, делать платежи. Они могут также участвовать в ICO. Они могут покупать криптовалюту. Могут отправлять деньги другим людям. Все это просто с телефона. Это реально революционная технология. И да, я знаю, что мне снова бардак на голове, но только проснулся, сразу записываю видос. И, кстати говоря, Тесла тоже вниз прошла вчера на 3,4%. Ну, у Тесла есть основная трендовая линия. Это желтая. Но если Тесла пройдет вверх из этого большого симметричного треугольника, посмотрите, какая там цель. 578 долларов. Давайте смотрим теперь на Эфириум. Эфириум, какой рост на Эфириум. А я говорил об этом несколько дней назад, что это потенциальный выход из треугольника. И посмотрите, как помпанул. Поздравляю, кто заходил в лонг на Эфириум. И у меня такой хороший лонг был открыт на Эфириум. Кто помнит... Ну, короче, не важно, ладно. Вышел вверх Эфириум. Большая чашка с ручкой формируется. Вот она. Чжих. Если эта чашка с ручкой отработает, то это будет очень хорошее движение. Это получается... Сколько пройдет Эфир? На 5600 долларов зайдет Эфир. Прекрасно. Еще раз напоминаю, что под видео полезные ссылки. Один – это биржи. На Байбит регистрируйтесь, получайте бонус. Два – проходите мои курсы по криптотрейдингу. И три – присоединяйтесь к Телеграму. Вот, смотрите, отзывы студентов. Я получил 20000 прибыли в этом году. И собираюсь заработать еще больше. Спасибо. В общем, много у меня таких отзывов, позитивных. У меня был минус 47000 долларов. Но потом я воспользовался твоими советами. И уже в плюсе на 10000. Прекрасно. Единственный ютубер, который нормально рассказывает, как инвестировать. И, в общем, можете посмотреть, сколько комментариев, отзывов. Я заработал больше 1 миллиона долларов, 2 миллиона долларов, полмиллиона долларов. Всему этому люди научились на моих курсах. Ну что ж, на этом на сегодня все. Тесла, я думаю, готовится к большому росту. Стохастик там в перепроданности. Эфириум вылетел вверх. Большая там чашка с ручкой формируется. Но будьте осторожны с крупными позициями или с высоким плечом. Потому что если не одобрят эфириум ETF, то это будет очень сильное падение на эфире. Но вроде как слухи идут о том, что одобрят все-таки. Потому что принимается этот законопроект. Набрал большинство голосов. И похоже, что и демократы, и республиканцы, они становятся более дружественными к криптовалюте. И к биткоину. Это все, вероятно, связано с предстоящими выборами. Но посмотрим, как пойдут дела. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Пишите в комментариях, какую монету мне проанализировать. Да, я знаю, что борда у меня уже выросла. Я живу на берегу, на релаксе. Живу как хочу. Всем желаю хорошего дня. И увидимся с вами завтра. Субтитры сделал DimaTorzok